Украина намерена добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. А министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян написал в своем фейсбуке, что украинские порты в Азовском море оказались заблокированы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит, что ему ничего не известно об ограничениях и Керченский пролив работает в обычном режиме. Сегодня утром немецкая газета Бильд опубликовала интервью с президентом Украины Петром Порошенко, в котором он просит НАТО направить в Азовское море военные корабли. И говорит следующее, не вертел же Путинам, он хочет возвращения империи, он видит нас в своей колонии. Впрочем, Ангела Меркель, которой и было адресовано это послание, считает, что у конфликта нет военного решения. Я подниму эту проблему на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20. Но также мы просим украинскую сторону проявлять здравомыслие, поскольку решать эти проблемы можно только проявляя благоразумие и прибегая к диалогу. Военного решения у этих споров нет. В самой Украине уже второй день в 10 областях действует военное положение. Среди прочего, это значит, что запрещено менять конституцию, проводить выборы и митинги. Власти могут ограничивать передвижение, изымать в целях обороны имущества и транспорт, вводить трудовую повинность. Ну и кроме того, могут проверять документы, объявлять комендантский час, ограничивать выезд за рубеж и контролировать СМИ. Петр Порошенко в своем твиттере объявил, что будут ограничены права россиян, которые живут на Украине. Он написал следующее. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездки за рубеж украинских граждан не будет, а для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это целиком оправданно написал украинский президент. Не уточни, во каких именно ограничениях. Правда, государственная пограничная служба Украины уже объявила о том, что она закрывает въезд в Крым для всех иностранных граждан. Ну, абсолютное большинство этих самых иностранных граждан для украинцев, которые едут в Крым, естественно, россияне. Военное положение действует, как я уже сказал, в десяти областях, и одна из них Харьковская. Харьковский журналист Татьяна Федоркова с нами на прямой линии связи. Татьяна, приветствую вас. Вот как на вас, как на жительнице Харькова сказывается военное положение? В чем конкретно оно проявляется? Фактически, здравствуйте. Фактически никаких реальных изменений, вот я как житель не заметила, никаких ограничений нет. Меня не останавливали на улице, никого не останавливают, не проверяют документы. Работает транспорт, аэропорт, железная дорога, все в этом плане, никаких нет изменений. Единственное такое явное изменение, которое мы заметили, оно проявилось на фоне всех новостей о военном положении. Это в некоторых обменных пунктах подскочил резко курс доллара на гривну. Если по курсу Национального банка 1 доллар, это 28 гривен, то в некоторых обменниках было и по 30, и по 31. Собственно, появились сообщения в соцсетях, кочевали фотографии о том, что скупают соль, но на проверку это все оказалось фейками. Ажиотажа в магазинах нет. Кроме того, в местных пабликах были анонимные сообщения о том, что скриншоты Минобороны вызывает срочно явиться в военкоматы. И наши областные военкоматы призвали не поддаваться панике. Если говорить о том, что нам известно от официальных лиц, это то, что полностью все военные переведены в боевую готовность, как говорится, усилены режимы управления СБУ. Полиция на постах, на выездах из Харькова увеличилась количество патрулей. Но вот пишут патрулей так, чтобы ты идешь по городу и натыкаешься на полицию. Нет, такого нет, как все, как в прежнем режиме. Татьяна, вы скажите, военное положение предполагает, я цитирую, использовать местные радиостанции, телецентры и типографии для военных нужд и разъяснительной работы среди войск и населения. Конец цитаты. Вот вы, как журналист, ведете разъяснительную работу? Нет, все, как и прежде. Мы работаем, как журналисты, освещаем все, что происходит. Никаких указаний, нет никакой госпропаганды. Мы, как часть общественного телевидения, являемся частью гражданской обороны. И в случае какой-то чрезвычайной ситуации, там, не только нападение, это наводнение, может быть, и какой-то другой катаклизм. Мы будем, естественно, использовать местную функцию, когда нас будут задействовать. Я благодарю харьковскую журналистку Татьяну Федоркову. Она была с нами на прямой линии связи. И прошу прощения за то, что качество этой связи было не идеальным, но большую часть того, что Татьяна сказала, мы услышали. Татьяна, спасибо.